так всем привет здравствуйте дорогие зрители вот значит приветствую вас у себя на канале и у нас сегодня без лишних вступительных слов обзор на наверное самого влюбленного игрока в профессии мм никнейм его гиката и он сегодня будет нам рассказывать что его вообще заставляет всем вот этим вот делом интересным заниматься вот но все по порядку здравствуй привет максим всем привет тура смотрит твой замечательный канал так ну сходу слушай есть такое утверждение что лучший маг на эссенсе это ше за других магов вообще абсолютно никакого смысла играть нету потому что так или иначе это пробелы и если уж на то пошло то просто сделай себе ше и не запаривайся ты с этим согласен или все же есть какие-то но у тебя поводы оспорить данную позицию ну как и все в этой игре все зависит от контекста шине безусловно подешевле будет всего разогнать до кондиции будет дешевле чтобы он мог там в разных ситуациях работать но в целом если говорить про и пвп игру и про пве игру любой маг ну я вот играю только за одного но по ощущениям все маги абсолютно разогнанном состоянии они примерно одинаковыми то есть и и при этом все примерные грабили если не говорить только про какие-то декларовские замесы и столкновения с персонажами за 50 миллионов ну тут понятно но в таких столкновениях таких замесах шиета просто не будет использоваться именно как маг ши я там будет вытягивать за счет не знаю стигмы каких-нибудь клинцев хилов ну в общем это уже саппортовский чисто геймплей окей хорошо значит в принципе в принципе ты хочешь сказать что в целом если мы говорим про 99 процентов сражений которые так или иначе происходят то маги до стандартные наши любимые они в целом не то чтобы сильно уступают ши я верно я понимаю абсолютно так единственная поправка такая но у меня опыт какие-то пвп с другими ши я то есть я на нем основываюсь но я бусто бусто этих ши я не знаю поэтому если предположим что он примерно одинаков со мной или даже ниже то это абсолютно конкурентные зарубы абсолютно нормально можно играть окей хорошо плюс мы еще отмечаем что у магов да у всех у них еще есть по войну ауе пве потенциал да а ши и это чисто таргетная история верно я понимаю да но смотри тут насчет пве потенциала это видимо то митер имеешь виду в первую очередь ну я ж не знаю ну я честно на и мы не играл но я так понимаю что там есть пара тройка именно ауешных обилок который впринду было две вот был метеор и 2 когда она и сейчас есть но вот это вот как называется дождя нами не выставлена массовая волна и у других магов тоже есть похожая белка вот она у 40 более-менее хорошо работала и я просто часто видел 40 вкачающихся на ауе но по сути это только метеор но метеор я думаю тоже никто использует нибудь потому что он есть 50 руды заказ я его использую только потому что мы постоянно докупают и воду принципе даже тактической в какой-то момент у меня накопилось под миллион руды я думал что это вообще не нужный какой-то ресурс а вот как только у меня появился метеор у меня вся руда еще тут накопилось под миллион руды это как-то так реализовался ну просто вот за там не но персонажа больше двух лет но активной игры наверное 8 и вот под миллион воды она не тратится просто не ну как ну она ни у кого не тратится ни на что кроме бафчик вот у меня накапливается очень много сейчас над веночках я там занимаюсь развитием бездонатного и ей вот над веночках там действительно тысяч по 60 уже ну накопилось которыми я чисто невероятку прохожу но для самой ешки это как бы ну проблем ну не то чтобы проблем но в общем приходится покупать ok ok anyway с этим делом все понятно раз уж в любом случае персонаж был создан довольно таки давно там скорее всего были адекватные варианты под накопить вот этой вот рудой в таком случае давай тогда перейдем дальше расскажи пожалуйста какие есть реально сильные стороны у мм и чем он отличается но не просто там допустим от ше там да а именно что от других магов вообще почему я им стал играть но это такая какая-то ностальгическая история времен когда играл не пущу в первый разу это было очень давно это самый быстрый маг ну как бы изначально по тому как он был сделан и например два года назад мне это было другая когда персонажа создавал это была зима до двадцатого года ну вот зима зима весна он был тогда ближе как бы к вот пониманию изначального мм а как он был вот это был сам именно быстрый маг его можно было там красок разогнать просто безоткатный дамаг и собственно что я сделал у меня там появился первый сет огня на сервере еще что-то такие вещи и это наверное главное что он есть то есть у него дпс о вот это случилось невероятно и первый раз она лавоке умер вообще в принципе ну и задамаживать сильнее всех и фокус на тебя перешел ска веток наверное до назревая но так надо сделать и это самая главная история то есть весь дпс у него через именно скорость атаки всегда происходило в этом случае раньше сейчас это все нивелировано в этим капом скорости атаки которые легко достижим достижим достигаем всеми магами и я честно говоря не тестил не мерил но есть ощущение что примерно у всех все одинаково может быть чуть побыстрее кастует там два скилла подряд мм а может и нет должен сказать но в целом как бы вот за счет быстрых кастов и большого вливания дамага возможно конкуренция с другими персонажами ну вот чтобы далеко не ходить несмотря на то что умер и у меня еще первое место до сих пор по дпс ну слушай я так примерно понимаю чем ты говоришь окей у нас есть высокая мудрость у нас максимально разогнан каст у нас типа максимально разогнаны еще магические криты в плане вероятности но ведь любой другой маг точно также разгоняется в кап и по вероятности крита и по скорости каста или тут в принципе предусмотрена система которая позволяет тебе больше кастов давать за единицу времени нежели чем любой другой маг а какая система никакой системы нет потому что в 5 быстрее там какой-то идет суши но все смотри единственное что может быть работает я не знаю не уверен в этом эта история связана с тем что как бы я могу поставать два скилла подряд вот волна взрыв воды и волна воды у меня не всегда выставлены и он их прокастовывает сейчас причем почти не проскакивает волна ствола реже проскакивает обычно не ну там не знаю 60 на скоро на 40 проскакивали и очень много получалось кастов в единицу времени и единственное что еще может быть это то что есть ну такая есть вариация что корейцы на самом деле как лица них не все написали или написали не то что есть на самом деле вот и в этом плане дпс реально выше боем а за счет той же мудрости высокой но тесты которые я видел когда сравнивают там количество xp и например вам на крана на качи разных магов там мм никогда не выделяется 40 тот же темный маг дамажит как правило не меньше если не больше поэтому сложно сказать не знаю может у меня тут уже буст работает невозможно сравнить ни с кем потому что нужен такой же мак с таким же бустом окей окей хорошо так но давай так я тебе скажу то есть изначально выбирал как самого быстрого а сейчас это уже вопрос какой-то ностальгии скорее всего ну если кто-то хочет начинать то без разницы побольше так в чем тогда уникальности мимо как таковая на сегодняшний день но в скиллах у него уникальности точно нет никакой всех магов унифицировали вангвардия сказать что он какой-то быстро бегающий или нет вот наверное я подозреваю что все таки можно достичь большего дпс в секунду чем на другом маги за счет скорости кастов вот единственное что но это гипотеза она ничем не подтверждена окей хорошо и проверить понимаешь несколько потому что могу никто не играет ну нет но я проверял помню на ну на птс магов просто как таковых вот примерно в одинаковые условия их пихал и так далее но я не помню чтобы у мэма было какое-то преимущество или типа того вообще по факту essence очень нечестно относится к мэму да потому что мэм это традиционно самый быстрый самый критующий маг вот за счет этого он всю историю и был самым дпс нам магом вот самым эффективным а здесь как бы у всех кап и скорости и критов и поэтому он со своими особенностями как бы и и я и чё делать да и куда идти а вот непонятно совершенно вот ну да в этом есть такое то есть спустя два года я понял что маг ничем не отличается от всего остального ну ладно в любом случае корейцы так или иначе потихонечку баланс меняют может быть может быть что-то интересное мы сможем получить окей хорошо значит с этим плюс минус разобрались что тогда скажешь по пвп составляющей и олимпиадной составляющей если какие-то сложные классы да там ну то есть условно говоря если вот перед тобой поставить всех соперников и дать им такой же примерно boost как у тебя кого-нибудь ты выделишь ну как анти класс допустим да каких-то вот таких вот ребяток против которых просто сложно из-за того что у них ну профа очень уж неудобно и но смотрим ну конечно разговор с таким же бустом и такой всегда вопрос относительный как это не этих лабораторных условий не найти конечно если boost не позволяет любить перебить и ешек и с ешек то они тебя убьют в текущих реалиях потому что они высушивают лопают достаточно серьезно дебафают и за счет стигмы они тебя прожимая вот поэтому с ними всегда нужно иметь но там смотри какая история если это какой-то средний boost примерно вот это будет происходить с тобой если это какой-то хайлый boost они уже не могут тебя поражать ничем но если у тебя недостаточно атаки ты их не сможешь прожать но вот с метеором я прожимаю весь саппорт так очень часто были пвп когда ты просто бесконечно может сливать ману сливать банк ничего не будет происходить понятно что фельфы убивают ничего не сделать на маге но опять таки забущены сельфы которые сильно сильно с лучшим бустом чем ты ну понятно если если boost примерно тот же то в принципе ну можно тоже побороться но так далее пока не хватало выживаемости все товарищи с опрокидами совершенно точно тоже убивали постоянно интересно что вот декан два года назад было несколько дека на сервере которые убивали вообще все подряд буклепов но снимем но декать чуть послабее можно было бороться там за счет кольца за счет опала можно было там защититься от дебафа и снять его вовремя пока там клэп идет второй каст вот выжить и после этого нагрузить вот сейчас ну комбинация практически непроворачиваемые какие-то сильные дека не тебе тоже целом убьют там ничего не знаю это самое интересное что это одни и те же персонажи он сегодня на дк завтра на сельфе ну да они те же игроки ты миша да 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 тут уже знаешь валяет даже не там не профессия сам буст который там есть на этом конкретном аккаунте окей хорошо ай а так я сейчас пытаюсь по а вот эти могу сказать достаточно тяжело вот сейчас не знаю и не вижу этого персонажа он играл на олимпиаде часто по моему фс называется до темной сумме на акве по моему или на короле не забыл ник но вот я его не мог ничего с ним сделать потому что там шел такой дпс что ничем не ничем не выживаешь она какой там буст тоже неизвестно то есть больше меня был такой же как у меня трудно сказать так с этим разобрались слушай недавно была обнова магов вот по твоим ощущениям вообще что-то поадекватнее на магах стала играть после этой обновы или это так все просто профанации какие-то корейские но есть моменты которые улучшились скажем так ну да они там манифицировали скиллы во первых они сделали нормальный волшебный щит он назывался раньше магический щит по моему ну мана щит до его косяк был в том что им невозможно было пользоваться потому что если закрывался у тебя выбивали всю ману после этого он спадал под спадал падает и ты без маны дальше бегаешь а что ты зачем ты нужен к вам ты без ману да то есть это была совершенно идиотская история и фактически бесполезный у д для мага ну и плюс он только 60 процентов обзор делал волшебный щит во-первых делать 70 процентов обзор во-вторых он тебя оставляет с 30 процентами м.п. то есть ну не то что вставляет как только у тебя м.п. заканчивается значит у тебя спадает щит и у тебя автоматически возвращается 30 процентов иногда даже можно это использовать для регена то есть его можно включить когда у тебя нет для автоматически прожмут это уже 30 процентов окажется но на олимпиаде таких случаев бывают когда затяжные бои и у тебя просто нет маны на каст то есть им стало им возможным пользоваться причем он действительно это сильный скилл который позволяет отдельных персонажа убивать которые как бы тебя убили просто за счет каких-то мощных тычек еще чего-то скиллов так далее но переживать во всяком случае какие-то моменты а вот да я помню там был дебавчик такой который прям характеристики отнимает у персонажей там что-то да ну вот он до ледяная спираль смотри но не могу тебе ничего про него сказать он проходит нормально бьет но во-первых он висит достаточно мало 5 секунд я не могу тебе сказать насколько это действительно ну как бы насколько этот скилл хорош я его использую тоже но в череде скиллов я не замечаю эффекта могу тискать вот магическая рана скилл важный но проблема с ним такая что вот это вот этот отрицательный эффект который тут указан он непонятно чем разгоняется то есть он ничем не разгоняется до этого не вряд ли предметов больше процентов хочет и что сделай да не то есть нет никаких предметов лсов которые бы разгоняли шанс прохождения отрицательного эффекта принципе вот не смог обнаружить в отличие от других например эффектов да и он хороший то есть если он ложится это ну считай треть у тебя защита снимается ну я здесь поспорил там куча статики плюс есть еще там показатели как блокировка урона именно от умений в пвп просто минус урон в характеристиках вот но в любом случае да как бы там ни было он просаживает магическую защиту таргета в любом случае ну да ну и вообще в целом ну я могу сказать по олимпиаде так я не пвп не очень вижу как бы какие сказки вы проходят какие нет на олимпиаде очень часто проходят не ложатся на тех обычно кого и так невозможно убить но тот же сон он иногда проходит на неожиданных персонажей кто там видимо где-то подупустил защиту от усыпления и иногда это тоже помогает ну то есть в rework в общем скиллов осталось намного меньше но они в целом более используем и что ли так ну в общем революции не случилось но немножко по комфортнее поприятнее стала играть до положительно да можно оценить окей хорошо отдавать тогда плюс-минус пройдемся по твоей бустяки вот какой буст нужен персонажу чтобы держать геройство на и мэме чтобы держать соответственно там определенное какое-то первенство и так далее так окей значит внутряночка у нас у меня здесь некоторые цифры не четко видны поэтому если что ты меня поправляй это у нас 7 венец 6 благословенный поезд 9 плащик у нас есть я вижу так дальше у нас вверх-низ защиты так 6 шлем маны да скорее всего да это 6 шлем шестой шлем маны шестые также ботиночки уклонения у нас на 1 5 а 5 это ребятые сапоги уклонения так и еще у нас плюс 7 перчатки талома которые дают нам дополнительные парочку процентов значит силы скиллов окей хорошо бежа у нас хорошая стараемся хорошая магическая в принципе да не забывайте ребятки что это для тех кто скиллами физ урон наносит для них от третьего начинается что ака что боем для магов для автоатакеров можно и со вторым ака и со вторым боем ну а вторая френта и соответственно 2 арфен 2 закин это довольно стандартные штуки арфен и закин их смысла нету выше вторых делать ну а френта она как бы либо 2 либо 4 но 4 типа сильно дороже но не сильно сильнее вот также у нас есть четвертая подвеска я вижу символ защиты 5 скорее всего с они слушай с лесиком просто получаемый крит урон от всех атак минус окей так и пушечка у нас 6 бельеф запечатанные значит и у нас мощностью менее плюс 2 процента так кстати камушки камушки обратите внимание сила магических критов так макс хп а ну макс хп это обусловлено ты поставил в общем на хпшку кристаллик потому что ну на олимпиад очки тебе нужно регулярно до выживать ну да и целом этот видимо лс он безальтернативный при игре в пвп в любой ну да хоть в битваре хоть не битваре поэтому стоит сразу привыкать к нему и ставить его и все окей окей хорошо так дальше по камушкам у нас эта история значит с шестыми булыжниками почти все единственное вот коралл 5 и берил у нас тоже 5 ну понятное дело коралл там разгоняться уже некуда в плане скорости атаки кроме скорости атаки он ничего не дает мобильность нам не настолько нужна чтоб скорость бега там единичку с этого коралла ловить вот но берил он и есть берил он сейчас сильно типа дороже чем все остальные поэтому да нет смысла разгонять его выше пятого так по талисманом что у нас давай чем-то интересное расскажу давай к талисманам не перешли значит вот именно с этим бустом который видим пушку у меня есть еще вот такая так посох они в принципе они в они в принципе да ну альтернативная именно пастотам но поработитель он помог атаки лучше по там а он он зарядов лучше и у него в целом вот это активный скилл и как пассивный скилл не знаю который с рабу шансовым срабатыванием он поинтереснее больше дает дамагам вот но но надо опять-таки тестировать потому что фишка вот этого посоха в том что он режет маг защиту вообще интересно было бы за тестировать такую комбо где бы сработал посох сработал бы значит вот этот скилл сработал бы и сработал бы и теор одновременно да ну да венец бы еще значит под залетел бы тогда да 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 но и мне кажется я ни разу не видел этой ситуации и бельефа я точил чтобы 20 посохов источил в итоге только 6 в общем это только в роликах у грома или там на сайте ностальгии там и у кого значит люди с команд ченнел у этого уже заводят на плюс восемь там палки вот а так нет вот только 6 потом сегодня вот делайте камни шестые хотел купить 4 к но чуть никто не продает решил камни сделать могу сказать что шестой камень это короче 500 камней ну да примерно стека да да так что кто хочет делать вот 500 камней покупайте 6 вас точно будет а кому нужен 3 на 7 соответственно 500 камней берилл будет дороже 2 где-то с половиной разом дороже стоит вот такая история ну а если дальше что-то сюда докупать то из докупаемого надо покупать 4 к и 4 боем это наверно самый мощный прирост ну а так можно 9 венец да ну да 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 венец вот ну черные купоны там вроде как там анонсировали может быть даже было вот лишь я я не играл два года из этого я попал только в один черные купоны и вот сделал все 7 венец них ну 7 вене знаешь и готовили очень неплохо слангварда соответственно две предыдущих акции не было этой возможности будем ждать следующую ну да как ни крути так в итоге ты носишь с собой две пушки с какой целью за низ какой я все хочу в эту вставить тоже камни параллельно чтобы или тестировать ну я думаю что ближайшее время это сделаю чтобы было ну две с камнями меня есть ощущение что при определенных обстоятельствах посох льда интересен выглядит это скорее всего может быть связано затяжными пвп как от противника он тебя не сильно прожимает ну и ты его не можешь это очень часто сейчас случается и вот надежда есть на вот этот вот дебав что он может помочь но вот соответственно хочу как-то в боевом режиме это все тестировать посмотри ну по факту тебе бы переключиться на ледяной посох знаешь дать несколько но увидеть анимацию вот этого вот дебавчика а дальше переключиться обратно на свой не запариваться даже типа еще один комплект камней как по мне можно просто пушки прям в бою переключать да и не запад ну типа я бы сделал так наверно или что-то что-то такое да им контроль нужен дпс это в любом случае у больше будет с бельефом там 60 единичек магической атаки все же в разнице между ними и это существенно вот особенно для мага у которого в принципе тпс сложно знать так окей давай тогда талисман держи талисмана да так талисмана восьмой аден 28 бинир шестая его насколько я вижу о 7 острова нормально талика до 7 хорош так пятый талик властителя и соответственно третий талисман боем а окей с талисманчиков и мы будем все понятно вот этот будем делать как что-нибудь завезут так сразу ну да единственное некуда засунуть талисман скорости вот но талисман скорости ситуативно можно надевать в принципе если прям супер сильно нужна защита мне показалось что мне интересней минус получаемый крит урон чем вот этот дополнительный крит урон цель на как как там говорилось цельночисленный да ну эти чем он дает на плюс у меня нет 7 статичные статичные единички ну окей окей хорошо значит с талисманчиками тоже все понятно и по агатионам у нас расклад просто все восьмые просто все восьмые хорошо даже вот рада здесь стоит искать и радует нас активно так ну и по куколкам давай тоже сразу пойдем я тебе хочу сказать что радость это единственный агатион который имеет смысл троить на 9 и на 10 потому что бумагу потому что все остальное но ничего не дает шанс ничего не даст скорость у меня коповая здесь защита но у меня уже такая защита что она тоже ничего не даст мне и атака в целом тоже уже не дает никакого прироста голая атака то есть но вот это все бессмысленно радость да она дает хпмп и то и другое нужно наши так сказать скоротечной жизни в пауку да да ну радость любом случае ну на просто я ее немножко презираю потому что для пве игроков радость ребятки это такая себе тема прохладненькая прохладненькая как по мне вот значит и куколки у нас 3 антарас 3 боем 2 закин 1 а к даже при том что она не дает по моему могу вообще ничего абсолютно попадает а хп немножко вот да накидывает четвертый у нас аж арфен третье фринта третье ядро окей окей так ну арфенчик понятно это единственный наверное такой чисто магический здесь и там но фринта как бы да там силы умений насколько я помню еще некоторые характеристики дополнительные так а что у тебя по 100 там тогда получается я смотрю ты за игнорил со статами сделать себе символ скорее всего там и так все хорошо но сейчас скажу тебе да на самом деле все куклы были третье у меня кроме арфена был 4 но я несколько угол поменял на антараса и сейчас назад их восстанавливают ну вот закидом не продают 2 еще один вот соответственно будет 3 пока не знаю наверно вторую тоже опять делаю все хватит там он вот 1 она почти ничего не дает там четыре процента но 2 по моему дает 8 по моему 3 12 но но она уже ощутимо на самом деле либо нужно ощутимо включать по статам ну давай по статам покажу тебе так но у нас здесь в принципе я смотрю по свиточкам у нас здесь хороший заюз в любом случае идет в ух магическая так 26 тысяч нормально нормально так магическая защита 11 тысяч физической защиты 10 мать моя жизнь нет но разогнался разогнался вот интеллекта у нас 90 мудрости у нас 48 но мудрость она сколько там ее 50 или 60 нужно на откат разогнать значит смотри и и на дашь и на 50 вот она она у меня была но не вообще в целом трудно сказать дело в том что скиллы которые боевые они капал у них капал откат у метеора откат но он фиксированный секунд но вот у этих скиллов например у дебафов у них точно уменьшение еще возможно не еще быстрее могут к оставаться там нету пока капа и в этом смысле наверное есть для чего я это буду делать точно вообще в целом дуга как бы развитие мага выглядит так что ты вначале гонишь мудрость для скорости откатов для критов для всего вот до этого пятидесяти до этого капа все остальное ванту начинаешь падает но фактически в какой-то момент ну надо переключаться и мне просто не хватало мне пришлось все из мудрости закинуть в льду чтобы догнать до 90 ну и надо сказать что на имени вот как раз это наверное главное минус этого мага вам придется наскрести так сказать если вы хотите за него игра 90 им ты придется на скребать отовсюду но у меня вот эликсиры практически не прокачены вот но прокачать эликсиры это тоже вам скажу не дешевое занятие ну да согласен такая служа но по факту тебе же просто взять ну и сделать символ либо на 2 интеллекта либо на 2 мудрости и просто перераспределить очки вот если я не ошибаюсь это ж по я вполне себе такой удобный выход из ситуации да но понимаешь символ с вот этим скилом лучше чем символ с плюс 2 у меня есть символ из плюс 2 мудрости и 2000 хп у меня есть символ плюс 2 интеллекта они у меня все есть вот но символ защиты только вот такой кстати недавно на рынке лежал минус 7 получаем и критерам плюс 2000 хп это вообще лучший без збс символ какой только может быть но не получилось там выменить как ну куда-то уехал уже с рынка вот поэтому в целом это не критично то что нет пятидесяти они у меня дойдут там с девяносто первым левлом с какими-то еще буфтами не знаю вот бой за ракона там поднимут тогда тут интересная история что у меня духа и вы на уже столько что я могу решать что делать 85 или 65 на самом деле тут ну 9 там 10 но еще будут добавляться есть моменты в которых они то можно добавить и не сликсиров можно вкидывать поэтому скорее всего вы буду уже вкачу ну да 90 но больше особо смысла и нет окей окей так ну то что показывай коллекцию у меня такое чувство что с коллекциями у тебя прям очень хорошо потому что я смотрю на эти циферки защита у тебя в статах вот и коллекции скорее всего тут заполнены очень внимательно скрупулезно и так далее поговорим про коллекцию ты как любитель коллекции думать я главный любитель коллекций я эти коллекции любил просто во всех смыслах этого слова на самом деле я вот ну я считаю два года почти не играл и зашел в начале в январе зашел на аккаунт я увидел эти коллекции я понял что это просто это надо было так это же надо было такое придумали то есть вот весь мусор который не нужен в игре с грести как бы в эти коллекции чтобы люди начали этот мусор торговать и мои копить его но это конечно меня сразу отпало несколько желания играть но чуть-чуть под привык сейчас могу поделиться давай посмотрим статы я могу поделиться как говорится с подписчиками зрителями своей схемой работы с коллекцией потому что тут на самом деле нужна какая-то систематическая история да тут тут определенно нужна какая-то система потому что просто смотришь на все это великолепие корейского гейм-дева и прям да прям хочется удалить даже временами ты считаешь себя недостойным такого великолепия так ну магическая атака 900 сил критов статичная разогнана отличнейший вообще вот физическая магическая защита я не помню чтоб мы у нас в выпусках видели большие статы по 1800 по 1500 это уже очень хорошо здесь по 1800 так максимальная хп косарик еще накинут так это все хорошо 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 максимальные бонусы к восстановлению насколько я знаю тоже скорость немножко прокачана так ну по статам я смотрю ты в принципе вообще нормально так упоролся выносливость дух ты все кристаллики вот эти рбшные да скорее всего по закидывал тут сто процентов да офигеть не но по статам ты здесь да здесь дальше уже и некуда в принципе так дальше на всякий случай даже ячейки инвентаря апнуты так мощность умений пять процентов вроде как есть еще какая-то такая фигня которую ты можешь вкинуть но я не уверен вроде бы есть до 7 этот 7 скорость там вроде еще два процента дачу от такое так значит ну шанс критов это все понятно минус шансы резисты минус получаемый урон время перезарядки умений пять процентов ребятки тоже немаловажно это не самая простая вещь вот ну да сопротивление всякие резисты это тоже все понятно окей эффекты так опыты накопления так физатака магатака физ это сейчас какой-то временный это это временное и ивентовая вот это какая-то но она временная на постоянное это вот эти вот благословение развития они падают острова аллигаторов на которые никто не ходит но я туда захожу соответственно выбиваю их и сюда засовываю но не для этого я их выбиваю а потому что с них идет стопроцентный вот этот цветок с каждого там . то есть там идет награда за вот каждый вот этот элемент сумкой в коллекцию идет три сундучка каждого сундучка улице и так дается ну и соответственно я их забираю и использую окей вот и захаживаем этот я думал у остров аллигаторов совершенно бесполезная штука однако вот да свиток сторожевого башни то не так уж и из воздуха ты его не возьмешь как бы я даже не знаю откуда его брать то нужно там возможно что он до определенного густа действительно бесполезно потому что этих как крокодилов достаточно долго убивать даже мне их убивать не супер профит ну то есть планик с ты там делать нечего вот только ради этого давай поделюсь как работать коллекция и да 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 система система да у меня тоже шары так сказать выкатились видео но значит что и на давайте расскажу да как с как имеет смысл новичку вообще с этим разбираться во первых с чего начать до начать лучше всего вот с этих относительно бесплатных коллекций кстати на счет бесплатности сказать сколько я сюда денег потратил я даже не могу потому что это невозможно это невозможно каждую неделю на каждую неделю что-то сюда вкидывается и я даже не берусь оценить ну так вот есть вот эти дэшные элементы и куча всяких разных коллекций в которые бросовые разные и темы помещаются которые либо есть на рынке за бесплатно вот либо они в магазине даже есть и вот имеет смысл с них начать под скуп прям можно иногда магазин целиком скупать там или ну как бы смотреть в это и так далее но здесь интересная штука вот это избранная я очень рекомендуем пользоваться можно поместить я точно не помню около 30 коллекций по моему избранная то есть не все соответственно помещайте сюда то что как бы в приоритете у вас и работайте только с ними ну и так получится что вы сможете продвигаться степ-бай-степ по вот этой вот безумию корейскому какая история то есть сначала начинайте с этих бесплатных дальше ну это как знаете как за ягодами ходить у вас донышко закрылась до на дне это ведерко и уже полегче на стал дальше ну вот например как я поступил я брал сначала все коллекции доступные которые касались магической атаки вот их помечал то есть под доступность определял потому что там за предметы понятно какие-то дешевые без проточки там безумные на плюс 5 и выше и так далее все это помещалось помечалось помещалась сюда и потихоньку закрывалась как только отсюда выбывают и понятно что больше таких нет или остались очень дорогие переходите на какой другой статус я там мне нужна была скорость магической атаки потом я брал всякие коллекции на защиту они подешевшие будут дальше шли всякие коллекции с шансом крита с понижением шанса крита это очень еще занимаюсь вот они но вот шанс получения это снижение да ну и так далее всякие книжки камни и куклы лучше оставлять на акции и например с книжками я вот только сейчас стал работать мне уже почти 70 процентов закрыт потому что это тоже достаточно дорого ну и они очень во многом это там на всякие сопротивления и так далее то есть либо достаточно дорогие коллекции не нужны 2-3 звездочные книги вот и порт этой и это все можно сделать позже вот соответственно плюс когда-то в какие-то акции получаются купить какие-то деньги айтемы иногда некоторые коллекции просто сами по себе начинают заполняться их в какой-то момент имеет смысл тоже добавить в избранное и целенаправленно смотри почему избранное важно потому что нужно ну как бы какие-то айтемы ну именно смотреть на рынке искать их и если вот как бы по всей шерсти то в какой-то момент гола начнет болеть ну да соответственно смотришь только по этим и смотришь целенаправленно там но вот эту штуку не знаю там вот эту штуку еще что-то и докупаешь на сказать что вначале все это было энергичнее ближе к лету я уже подустал этим заниматься но вот не просто тебе скучно что ли стал утонялся иногда но раз в неделю там пару-тройку коллекции могу закрыть и нормально и вот так вот системно главное заниматься раз недельку что-нибудь здесь до обновлять запихивать и вот она сама по себе скорости заполнится но у тебя уже очень хороший процент вот в принципе 90 процентов того чего можно было вытащить из коллекции ты вытащил все остальное добывается уже ну крайне дорого и крайне ситуативно так или иначе вещички какие-то стоит подмечать вот ну типа это образцовая коллекция ребят если если кому интересно с настолько много чтобы защиты было я я бы я особо не помню чтобы у кого-то из гостей я я думаю образцовый бардюгана по моему 100 процентов я говорю из гостей вот не был бардюган в гостях понимаешь какое дело а вот если был вот вопрос конечно да другой ну неплохо 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 коллекции это ну и коллекции вообще вот boost можно купить понимаете какое дело там что-то где-то так или иначе можно заточить там дождаться акций но хорошо ответственно душевно заполненные коллекции это конечно уже это возможно реализовать только если у человека прям вот вдохновение какое-то и заниматься им присутствует потому что здесь не тот момент когда ты просто вкидываешь там типа коробки в акции и само все улучшается здесь вот именно нужно ну потеть потеть и еще раз потеть вот ну что слушай но мы с тобой вроде плюс-минус все везде обкашлили посмотрели относительно персонажей или есть какие-то штуки которые мы мальца упустили с тобой и спрашивал про олимп могу сказать ситуацию на олимпе и в чем она вообще два года назад маги были сильными игрока но он персонажами сильными чарами я помню всем забывая название сервера который был два раза слит и получился индиго по моему как-то тогда но у нас зур был слит с с дамасском что ли когда индиго именно получился а дамаска по моему был сделан из из блэк и его это или там там еще скарлетта кримсон были в общем я не вот это кримсон да это кримсон был сервер значит и причем я как бы заканчивал играть два года назад на кримсоне зашел уже оказался здесь до индиго значит был такой я помню ммм не у него было никнейме вот его победить было невозможно то есть по бусту по всему ну то есть он не то что его был назван победить его принципе это был один из сильнейших чаров то есть там были несколько декашек такие которые клапаны там висеры выбивали и соответственно вот был такой персонаж и это была одна олимпиада теперь она совершенно другая конечно ну вот что получилось ну например в именно в моем классе есть вот персонаж лара на нашем сервере она здесь играет как эта девушка не знаю я она борется при этом буст у нее примерно на порядок ниже чем ну видно ли что это так чисто вопрос везения того что она не полно не получила геройства на этой неделе но обычно я играю вот например 21 4 статистика прошлого то есть моя статистика обычно за 20 побед в этот раз очень душно все было куча биквара на которой я попал и соответственно если биквар с тобой залетает он обязательно взлетает противоположные команды за редкими исключениями поэтому ну вот в этот раз прям была была борьба так вот то еще играет активно вот этот персонаж джорнаджелана тасс аквы вот ну вот в этот раз он просто видать уехал куда-то олимпиаде лса так он активно играет и вернулся я так понимаю что вот этот фаван он играл и раньше но ничего не знаю про boost и про самого персонажа но тоже активно играет и борется все остальные не дотягивают не хватает них не густо ничего ну вообще удивительно что во всяком случае хотя бы четыре активно играющих мм и которые ходят на олимпиаду и действительно защищают потому что ну профа крайне не популярна как по мне вот если играют ребятки то просто по старой памяти и но это это не про то что вы будете приходить на олимпиаду и убивать вот тут вопрос том что вы приходите и вас убивают но вы хотя бы кого-нибудь затаскиваете вот и уже просто горды собой просто потому что хотя бы кого-то затащили но в этом смысле вообще плачевное состояние магов я может быть счет не знаю кого-то не видел не знаю как говорится если кто-то есть сильный маг какой-то но вот некор некор сатин флауэр это бег воровский некор но уже да я и хотел сказать вот кроме него в принципе я не видел магов то есть которыми можно плачется сатина я не могу убить то есть у него boost еще на порядок выше чем меня скорее всего у него ну садина 4 5 epic скорее всего еще лучше камни и так далее но в целом как бы всной 9 венец понятно все это решаемые вопросы скажем так я имею ввиду про сатина больше бы никого нет то есть посмотрит ролик объявитесь там где-нибудь напишет да да и сам сатин если вдруг если вдруг что я 50 тысяч раз предлагал ему но вот он ни в какой знаешь вот и иной раз пишу ребяткам вот прям бег воровским каким-то сильным ребяткам который там ну чуть ли не хиро дестер там не хиро тир еще во времена когда дестри и тиры это капец какие метовые были вот говорю приходи говорю типа роботягам хоть расскажешь за класс типа и тогда нет я еще не готов я еще не одет я вот мне через месяцок вообще там вообще и так далее вот это вот все начинается но в любом случае даже сатин я думаю играет на некоре просто и потому что ему прикольно играть именно на некоре и скорее всего есть такое подозрение что если бы он пересел на какого-нибудь даже не на сильфа а даже на какого-нибудь вот ну не знаю ну на какого-нибудь там ну окей дестра который сейчас уже очень сильно не метовый то скорее всего он мог бы гораздо больше результаты показывать как бы там ни было вот но ему по приколу именно что именно но вот в такие вот рамки некровские себя поставить но зато как бы уникальный вот такой вот случай что человек действительно затаскивает я думаю особых секретов там нет потом кстати 25 0 отыграл а если пересел был бы как болтун какой-нибудь которого тоже не убить понятно все с этим делом ну да в любом случае под олимпиадку то не очень неплохой персонаж как минимум защиты очень много выживаемости за счет кстати никого кроме него я вообще не ну то есть это единственный помню как который не попадался мне надо сказать и исха и сорок это не попадались практически скажем прямо ну да 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 поэтому я в этом плане это хотел бы порекомендовать зрителям играть интересными классами к которыми вы сами получаете удовольствие как это не гнаться за сельфы да на самом деле согласен на самом деле вот даже на моем пусть и то есть он не какой-то топовый выше среднего целом но как бы тут еще много много чего нужно делать принципе ну вот если там в беквар совсем не вляпываться где просто сядь не тех и все говорят на сельфах ты можешь комфортно играть совсем со всем остальным там 98 процентами серверов вполне конкурентно убивая кого угодно и дека и и киров и геостров и никого угодно и сельфов даже не перебучим ну да нужно на своем на своем уровне так или иначе можно соревноваться с очень многими профами это да это это тут я в общем-то согласен так ну что мы плюс-минус все наверно да от кашляли что только можно было мне кажется да что у нас там еще надо четвертый потенциал красок делать он мне не сделал вот а так наверно да наверно все вот ребятки если вдруг кто-то сейчас с нами не согласен да если у вас остались дополнительные вопросы вот можете писать в комментарии и так далее какие-то еще интересности из жизни мэма у меня просто нет опыта игры на магах в целом даже я всегда только на физах играю вот но если вас что-то заинтересовало приходите в комментарии если что мы поотвечаем там если много наберется можем просто сделать еще один ролик ну вот там уж как получится потому что даже сегодняшнюю нашу встречу мы ну с третьего с третьего раза если я не ошибаюсь у нас все это дело только получилось потому что тут грузинские вечера знаете ли наполнены вином и турист но он да да просто уехал и поэтому мы не можем встретиться давно бы записали бы ну да ну да вот в общем да в общем пишите если у вас остались какие-то вопросы не забывайте лайки просто комментарии можно писать подписочка на канал и естественно вот но и все увидимся в следующем ролике ребятки всем пока